Традиционный вопрос. Какие самые для вас такие события произошли? Или заявления, или интервью, или что-то еще вы нам расскажете? Вот то, что вы считаете было главным. Ну, я думаю, что, наверное, главным, особенно для нас, было то, что произошло на этой неделе в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, на Генеральной Ассамблее и потом в Вашингтоне. Я думаю, что вот это самое главное для нас. То есть для Европы, конечно, немножко другое, потому что Йенс Стольтенберг, бывший генеральный секретарь НАТО, он выступил с таким заявлением очень жестким. Европа создает параллельную структуру НАТО, да, и он считает, что это огромная-огромная стратегическая ошибка, и что в случае нападения на Европу, то, конечно, Европа сама никогда не справится, да, ну и это совершенно ясно, да, потому что так было всегда. Да, и потом это размывание средств, да, абсолютное размывание средств. Но, с другой стороны, Европа готовится к возможной победе Дональда Трампа, ну вот, как бы, да, и вот эта вот дискуссия вокруг безопасности Европы, вот как раз Европы. Вот это самая главная тема, одна из самых главных тем в Европе, если мы говорим о международных делах. Знаете, во Франции эта история с массовым изнасилованием одной женщины, это безусловная история номер один на этой неделе, ну, каждая страна по-своему. Но, если так глобально посмотреть, то, конечно, Украина в центре внимания, но особенно, особенно, особенно Ливан, Израиль, Иран. Вот этот вот треугольник, это тоже, ну, это на первых полосах всех газет, всех, без исключения, уже на протяжении, ну, скажем, с начала, ну, не с 7 октября 23-го года, ну, вот последние недели после операции израильтян с этими пейджерами против Есбулы, вот это все уже первая полоса, и все в ожидании активных действий, ну, с тревогой, ожидания с большой-большой тревогой. Ну, и еще, значит, председатель Центрального банка Европы сказал, что мы сейчас находимся в ситуации, похожей на ту, в которой мы были 100 лет назад, то есть 20-е годы. Потому что у нас была эпидемия, которой не было с 1920-го года, у нас война, которой не было с 1940-го года, и у нас энергетический кризис, которого не было с 1970-го года. И вот эти вот три фактора, как треугольник Бермюды, да, они, мы можем получить вот такую, ну, может быть, не такой кризис, как в Америке в 29-м году, потому что сейчас есть инструменты, но угроза такая есть. Вот примерно вот так вот, если очень в общем обрисовать темы, которые обсуждались в Европе и в Соединенных Штатах. Но в Соединенных Штатах, ясно дело, это президент Зеленский в Соединенных Штатах. Мы поговорим, конечно же, друзья, об этом подробно, потому что тема заслуживает нашего внимания. Это очень важная тема, влияющая на будущее, непосредственно влияющая на будущее. Но я хочу это сделать немножко позже, Савик, и добавить до вашего перечня самых важных событий еще одну тему. Вот согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, это реально важно, и это может как раз спровоцировать такие процессы. Вот я сейчас вашу аналитику хочу услышать. Саудовская Аравия готова отказаться от цены на нефть в 100 долларов за баррель, готовясь к увеличению добычи. Это неминуемо нанесет удар по России. По данным Financial Times, Саудовская Аравия была во главе других членов УПЭК+, которые неоднократно сокращали добычу нефти в попытке сохранить высокие цены в пределах 100 долларов за баррель. Теперь же королевство решило, что не хочет и дальше уступать долю рынка другим производителям, а потому приняло решение увеличивать добычу нефти, продавая ее пусть и дешевле, но больше. Многие эксперты уже назвали это решение революционным, которое, конечно же, ударит по России. Потому что мы понимаем, что на сегодняшний день деньги от торговли России и ее энергоносителей – это главные дотации в военный бюджет, то есть это главные деньги, которые идут на войну. Некоторые уже заговорили о параллелях с Советским Союзом, когда Запад обрушил, ну не только Запад, весь мир обрушил цены на нефть. Да, в смысле, если сложить все остальные события, это привело, по сути, к крушению Афганистана, к крушению Советского Союза. Савик, скажите, пожалуйста, насколько это важное событие и к чему сейчас это может привести? Ну, это важное событие, безусловно, если все так произойдет. Потому что, если вы помните, вот после, почти сразу после полномасштабного вторжения России в Украину, президент Байден обращался к Саудовской Аравии с просьбой как раз увеличить производство, чтобы цены не шли сильно наверх. Это, конечно, шаг важный, но, смотрите, ОПЕК – это организация, которая все же принимает коллективные решения, и если Саудовская Аравия такое решение приняла, значит, и другие страны, скажем, страны залива, они тоже будут принимать такое же решение. Я не знаю, понимаете, вот главное – это понять причину. То есть я уверен, что Россия не причина. Причина – это будущее Саудовской Аравии и будущее саудовской экономики. Мы видим сейчас, что они вкладывают огромные средства в сектор туризма, они в страны, огромные средства в новые технологии, они понимают, что постепенно, постепенно рынок нефти, то есть спрос на нефть будет сокращаться, они видят, что производство в Китае сокращается в данный момент, и потом надо еще понять объем этой контрабандной нефти, которая поступает из России. Это такой стратегический объем, который мешает Саудовской Аравии, или они этого не замечают. Если Россия экспортирует контрабандой такое количество дешевой нефти, она же там по демпинговым ценам практически продается, там Индия и Китай уже абсолютно заполнили свои резервуары, то, конечно, кому зачем покупать саудовскую нефть, когда можно контрабандой купить дешевую нефть. Так что я думаю, что со стороны Саудовской Аравии это правильный шаг, потому что это взгляд в будущее. Это как раз та страна, которая в будущее смотрит, несмотря на все. Они же даже были готовы установить дипломатические отношения с Израилем, и до сих пор готовы. То есть это страна, которая хочет вписаться в, как бы сказать, в глобальный, развивающийся современный мир. И с высокими ценами на нефть, когда их никто не покупает, понимаете, это не есть цель Саудовской Аравии. Значит, ну да, но вообще нефть будет дешеветь. Она всегда будет нужна еще долгое время, особенно для большой промышленности, для транспорта. Она будет нужна еще очень долго, но количество, конечно, будет постоянно и постоянно уменьшаться, потому что все переходят на другие источники энергии. Для России это большой удар, потому что зачем покупать контрабандную нефть, когда можно покупать ее абсолютно легально. Плюс, ну, еще это удар с точки зрения политико-стратегической, потому что Россия будет очень недовольна этим, естественно, и ее отношения с Саудовской Аравией никоим образом не улучшатся. Так что, да, если это произойдет, это очень важное событие, несомненно. Савик, хочу обсудить непосредственно визит Владимира Зеленского в Америку и заявления, которые там прозвучали. Я сейчас коротко для наших зрителей расскажу, что же произошло. Вот буквально телеграфно. И мы с вами потом это обсудим, потому что для Украины это важнейшая история, так как Владимир Зеленский презентовал план победы Украины. Кстати, друзья, все, кто хочет быть в курсе событий, и мы для вас выбираем самое главное, в самые кратчайшие сроки, пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал Дмитрий Гордон. Там это все есть. Не потратив много времени, вы будете знать абсолютно все. Причем самое важное и только проверенное. Итак, Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с законодателями от обеих партий, Байденом и Харрис, Камалой Харрис. Украине пообещали новые пакеты помощи и поддержку до победы. Главное. Сегодня Владимир Зеленский провел встречи с сенаторами и конгрессменами от Демократической и от Республиканской партии. Он им презентовал план победы. Похоже, как пишут СМИ, одной из главных тем встреч было разрешение Украине бить западными дальнобойными ракетами в глубь территории России. Владимир Зеленский сказал сенаторам, что это сейчас даже важнее, чем пакеты помощи, но никаких публичных заявлений и объявлений на этот счет пока не было. США объявили, что предоставят Украине новую помощь на сумму почти 8 миллиардов долларов, 7,9 миллиардов. 5,5 из них должны быть выделены до конца финансового года, то есть до следующего понедельника. Еще на 2,4 миллиарда долларов администрация закупит у компании оружие для Украины. На реализацию этого пакета могут идти месяцы и даже годы. Среди прочего, Украина должна получить дополнительные средства ПВО, в частности Патриот, и ракеты к нему, БПЛА, боеприпасы класса воздух-земля, а также Пентагон должен расширить программу подготовки украинских летчиков F-16. Президент Джо Вайден на встрече с Зеленским заявил, что Америка намерена и дальше оказывать Украине поддержку. Цитата, «Россия не победит в этой войне, победит Украина», сказал Байден. Отдельно Зеленский встретился с вице-президентом США, кандидатом к президенту Камалой Харрис. Харрис заявил о своей поддержке Украины, сказала, что будет делать все, чтобы Украина победила войне, и подчеркнула, что США разделяют менее Зеленского относительно окончания войны. Отдельно она отметила, что в США есть люди, кто хочет, чтобы Украина отказалась от части своей территории и согласилась на нейтралитет. Но она не стала показывать пальцем, кого она имеет в виду. «Эти предложения похожи на те, которые выдвигает Путин. Они не в области мира, а в области капитуляции», сказала Харрис. Трамп, Дональд Трамп. Вокруг этого было очень много разговоров, потому что, судя по всему, и Трамп, и его некоторые члены республиканской партии попытались использовать визит Владимира Зеленского в своих предвыборных целях. Ну, что делать? У них идет там предвыборная кампания, да, жесточайшая. Трамп заявил, что таки встретиться с Владимиром Зеленским, это произойдет сегодня. Он сказал, что получил запрос от президента Украины Зеленского на встречу, она состоится в Трамп Тауэр. Он, опять же, сказал, это ужас Трамп, это ужас, что происходит в Украине, столько смертей, столько разрушений. Савик, буду добавлять позже еще какие-то детали. Сейчас я обрисовала самое главное для тех, кто, может быть, не следил, но, собственно говоря, это тоже одна из причин, почему, друзья, вы нас смотрите, потому что сжато, коротко, мы даем вам самое основное, самое вкусное, самое важное. Что вы думаете по этому поводу? И главное для нас, для Украины, какие позитивные изменения и какие позитивные новости мы можем из этого вынести? Ну, Олеся, вы нарисовали очень радостную картину. Она не столь радостна, правду говоря, потому что, можно сказать, вообще без кавычек, Зеленский поссорился с республиканской партией, притом со всей, потому что они посчитали, что он вмешался в американские выборы, и чего американцы не могут терпеть. В интервью Нью-Йоркеру он сказал про вице-президента, то есть кандидацию вице-президента, что он слишком радикальный человек. Ну, понимаете, вот для нас это кажется, ну, вообще, ну и что, сказал, сказал. А там это воспринимается немножко иначе. Там другая политическая культура. Значит, про Трампа он сказал, ну, ничего такого плохого про Трампа он не сказал, но он сказал, что этот план Трампа, о котором он говорит, он нереалистичен. Трамп ответил, что Украина вообще больше не существует, чтобы ее отстроить понадобится сотни лет. А дайте я прямо Савик, вот раз вы упомянули, я прямо зачитаю эту цитату. И что Зеленский прямой, прямой ответственный за войну с Россией. Ну, это же Трамп сказал. Я зачитаю эту цитату, потому что, ну, конечно же, когда ты читаешь, ты думаешь, откуда он это взял? Может быть, это та картинка, которая находится в голове у Путина, а его мечты, и вот он их озвучивает, потому что Трамп заявил следующее. Он сказал, Украины больше нет. Это не Украина. Любая сделка, даже самая худшая, была бы лучше, чем то, что есть сейчас. Что у вас осталось теперь? После трех лет ужасных боев страна полностью уничтожена. Миллионы и миллионы людей, включая всех этих великих солдат, мертвы. Эти великолепные здания с золотыми башнями снесены. Вы больше никогда не увидите такого города или поселка. Они никогда не будут воссозданы, они все разрушены, кроме Киева. Вы никогда не сможете восстановить города и городки такими, как они были. Им были тысячи лет. Только подумайте, три года назад у вас была прекрасная цивилизация. После этого хочется еще раз, вот, наверное, то, когда Владимир Зеленский приглашал Дональда Трампа посетить Украину и посмотреть, что же и как происходит у нас. Хочется сказать, что ему, наверное, все-таки нужно приехать, чтобы быть не в мифах и не в мечтах Владимира Путина, а иметь представление, что происходит. Потому что, конечно же, ужасная война. Конечно же, Россия нанесла невероятные разрушения. Она убила огромное количество людей. Но не Украина жива. Слушайте, Украина живет. И вот точно не та апокалиптическая картинка, которую нарисовал Трамп. Ну, эта картинка, которую он нарисовал, это же не только плод в его воображении. То есть он в любых интервью или даже в тех же дебатах с Камалой Харрис, он упоминал все время Виктора Орбана. Значит, Виктор Орбан ему тоже вкладывает мозги. То же самое. И есть много-много политиков в той же Европе, в конце концов, которые с ним общаются и которые вот говорят ему такие вещи. Понимаете, тут сейчас проблема, да, Зеленский встретится с Трампом. Я думаю, что Трамп подумал очень прагматично, что если он не встретится с Зеленским, а Джо Байден и Камалой Харрис встретятся, то он потеряет голоса украинского лобби, литовского лобби, польского лобби и других лобби восточноевропейских. Но это мы говорим в огромном количестве голосов. Поэтому лучше встретиться с Зеленским. Но как эта встреча пройдет, это большая загадка. А вот какая будет его первая фраза или какая будет первая фраза Зеленского? Станет ли Зеленский ему петь гимн Украины, что Украина не исчезла никуда? Или Трамп ему скажет, идите на любые условия, но захороните страну и суверенитет. Я не знаю. Что может спросить Зеленский? А что у вас за план такой, который вы обещаете обязательно за несколько дней остановить войну? И он скажет, не знаю, я вам отрежу всю помощь, и вы будете вынуждены сесть за стол переговоров.